С сегодняшнего дня во всех поликлиниках и больницах ввели масочный режим. Фильтр в детской поликлинике Вазина работает до восьми вечера. При малейших подозрениях на грипп вызывают скорую. Окончательный диагноз ставят уже в инфекционной больнице. Педиатры в детских поликлиниках работают в усиленном режиме. Основная нагрузка сейчас приходится на вызовы на дом. Вообще у нас сейчас население очень грамотное, конечно. Они пытаются заниматься самолечением, потому что очень много информации по поводу вирусной инфекции, по поводу лечения. Поэтому первое пожелание такое, чтобы самолечением ни в коем случае не заниматься родителям. В Бинздраве республики сегодня создали специальную комиссию, которая следит за обстановкой в городе. При необходимости педиатры будут работать без выходных, включая воскресенье. В третьем корпусе ДРКБ уже созданы дополнительные койки. Все потому, что в этом году и грипп, и ОРВИ одинаково опасны осложнениями. Особенностью данной формы гриппа является быстрое развитие осложнений. То есть буквально за один-два дня приводит к развитию пневмонии и к другим различным осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому быстрое своевременное обращение к врачу играет важную роль. Сегодня, по данным Роспотребнадзора, эпидпорог в Казани уже превышен на 53%. Напомню, в минувшую пятницу эпидемиологи говорили всего о полутора процентах. В связи с тем, что вирус распространяется стремительно. Санитарные врачи как никогда призывают соблюдать правила гигиены. Самыми эффективными мерами профилактики в данный период является мытье рук с использованием мыла. Если мыло не имеется, то использовать дезинфицирующие салфетки, часто проветривать помещение 2-3 раза в день, закладывать оксалиновую мазь в нос, промывать нос мыльным раствором буквально 2-3 раза в день, также избегать мест массового скопления людей. В казанских школах и детских садах карантин пока не объявлен, но количество заболевших детей с каждым днем растет. Так сегодня из-за простуды в школы не пошли больше 5000 учеников. И сегодня же приказом управления образования Казани во всех детских садах усилен санитарный контроль. Детей с малейшим подозрением на простуду в детские сады не принимают. Сегодня в республике врачи зафиксировали уже 14 случаев свиного гриппа. 8 человек заразились в Казани, 3 случая в набережных Челнах и один в Пестричинском районе. В связи с тем, что количество заболевших растет с каждым днем, санитарные врачи настоятельно рекомендуют отказаться от посещения массовых мероприятий, ведь за неделю количество заболевших увеличилось на 30%. Райдонова с понедельника по четверг. Премьера на телеканале Эфир.